Еще один шанс на выживание появился у Нижегородского стадиона «Водник». В этот раз возможность софинансирования его реконструкции рассмотрит Федеральное министерство спорта. Уже не один год жители бьются за этот объект. Причем нижегородцы не хотят видеть здесь никаких коммерческих сооружений, только отремонтированный стадион. Все детство связано с этим стадионом, потому что я живу здесь рядышком. Вы знаете, у меня самые теплые воспоминания, потому что здесь всегда это какое-то было место праздника. Здесь всегда была масса кружков, работало, столько было спортсменов, детей, взрослые, праздники, гуляния. И мне вот сейчас я хожу, продолжаю тут вот спортом заниматься, если можно сказать. И вы знаете, мне просто очень горько. Мне бы не хотелось, чтобы здесь сделали какой-то коммерческий стадион или центр здоровья, или что тут предполагается. Мне бы хотелось, чтобы это было действительно народное, любимое и не очень дорогое место. У нас до восьми утра здесь очень много народа. Все ходят там, маршируют на лыжах, а в десять приходят детки. Вот со всей округи гуляют детки, студенты приходят, из школы приходят, в общем, физкультуру проводят. Необходим. Мы сюда приехали жить вот с детьми 40 лет назад, обменяв две квартиры, проиграв 10 квадратных метров только для того, чтобы жить здесь. В прошлом году к жителям присоединились и активисты Общероссийского народного фронта. Они неоднократно обращались в администрацию города и области с предложением о реконструкции стадиона «Водник». Так и не получив поддержки на региональном уровне, пришлось написать в федеральное министерство. Министерство спорта готово софинансировать реконструкцию стадиона «Водник» в размере до 100 миллионов рублей. Соответственно, до 1 мая 2018 года правительство Нижегородской области должно подать заявку в Министерство спорта. ОНФ подготовила предложение и письмо для правительства Нижегородской области и готовы принять участие в формировании данной заявки. Еще в апреле прошлого года решить проблему финансирования реконструкции стадиона планировали за счет включения его в приоритетный федеральный проект формирования городской среды. Но в итоге деньги выделили на ремонт Большой Покровской, а стадион остался без финансирования. Теперь появилась надежда. Кроме того, активисты Народного фронта в ближайшее время объявят конкурс для студентов Государственно-строительного университета на лучший проект по развитию территории стадиона. В этот раз хочется верить, что городские власти обратят внимание на просьбу жителей и примут участие в решении этого вопроса.